добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале всех моих подписчиков и всех тех кто еще не подписался на мой канал те кто не подписался я призываю подписывайтесь и вы еще очень много интересного увидите на моем канале у меня сейчас утро девять часов утра я проснулась с головной болью потому что у нас идет на улице дождь а я реагирую на погодные изменения и поэтому у меня жутко болит голова но я быстрее побежала к вам для того чтобы подпитаться положительной энергией от вас и получить заряд бодрости и так далее наливайте себе чай или берите свое вязание и давайте мы с вами пообщаемся немножечко я вам покажу что у меня сейчас в работе я столько опять развела процессов когда я буду все это довязывать не знаю вижу с утра до вечера возможно даже от этого у меня голова болит потому что я вчера в первом часу ночи легла ждала ждала когда же загрузится мое видео на youtube так и не дождалась и и легла спать я не знаю почему то так последнее время долго все у меня грузится не знаю что с чем вернее это связано но для меня это вот большая проблема почему-то стала я уже и компьютер почистила и программу скачала которая там убирает эти кэши и всякое мне вот говорят что типа там кэш забит какой-то их не знаю что такое кэш но то у того спрошу то у того спрошу я же говорю я самоучка поэтому все приходится самой помочь мне некому и поэтому вот у меня такие большие трудности естественно без конца вот допустим я сама утра вчера села загружать это видео которое сегодня я утром наконец-то выставила но вернее не загружать я вчера с утра его поставила в начале я уже рассказывала процесс я вначале снимаю на телефон потом перекидываю на компьютер потом программе обрабатываю потом сохраняю потом из этого сохранения вернее это сохраненное я перекидываю не перекидывая закачивая на youtube в общем это вот вчера целый день у меня занял этот процесс и это столько много времени отнимает и когда что-то где-то не идет это во первых я начинаю нервничать и без конца бегаю с одной у меня компьютер стоит на кухне в силу того что я же говорю что он меня практически не выключается и у меня однокомнатная квартира поэтому я закрываю компьютер на кухне чтобы он мне не гудел не шумел и сама в зале нахожусь так как я одна то как бы на кухне не обедаю и то что он меня стоит на кухне как бы для меня никаких проблем и неудобств не доставляет я сейчас с утра замесила тесто опять же поднять себе настроение хочу сделать пышечки к чаю хоть и и пышечка но люблю печеное все люблю вкусно покушать хоть сейчас и не всегда есть возможность что-то купить или что-то сделать но тем не менее стараюсь как-то каким-то способом себя понемножку баловать и я уже давно ничего не пекла не готовила поэтому замесила тесто у меня очередная печалька у меня есть такая сковорода чудо печка называется и я все время вместе что-нибудь готовила и когда я последний раз готовила слышу что запахло что-то резиной думаю что ж такое то туда-сюда посмотрела кругом походила понюхала нигде в общем-то не на не унюхала пока не подошла к этой сковороде а готовила последний раз окорочка с картошкой 2 окорочка бедрышка купила она такая небольшая сковородочка туда я вот это все закину овощи корочок и 30-40 минут готова вкусно и вы представляете вместо соединения шнура она там такое как розетка вилка скажем так и она почему-то у меня начала плавиться и теперь получается я боюсь ее включать потому что не знаю мало ли вдруг что-то случится корочки пришлось мне доготовить на обыкновенной сковороде и я в этой чудо печки запекала там себе пирожки у меня нет духовки у меня есть газовая как она называется то панель а духовки нет ну вот так вот когда купили квартиру сначально так было так и осталось вот я может быть и куплю со временем духовой шкаф а теперь получается что жизненная необходимость у меня возникает потому что как видите люблю печеное и вообще в духовке полезно не то что говорят а мы уже знаем что готовить до духовки и кушать намного полезнее чем на сковороде скажем так есть у меня еще мультиварка но в мультиварке там не не спечешь так как допустим у этой же чудо печки вот но я вот творила сушку есть у меня малиновое варенье я сейчас делаю несколько пирожочков потом пышечки вам вкуснятинки нагнала чтобы вы тоже сейчас пошли стали что-то готовить в таком духе вот я забыла сказать тем кто не любит такие мои болтов болталки проходите мимо и не говорите бла-бла-бла потому что это болталка посвящена тем кто любит со мной общаться вот так скажем не визуально слуховом методе скажем так или как в таком общем в такой манере общения ну вот много чего вам наговорила с утра такого то что касательно моей утренней жизни а теперь давайте перейдем к делу сегодня еще и праздник и я естественно тоже каждый раз когда мне вот зашла в одноклассники сегодня там кучу подарочков прислали открыточек и вот когда мне присылают вот такие поздравления я тогда узнаю что сегодня какой-то праздник в другие дни если мне не пришлют я даже не знаю может быть это и неправильно но не знаю как то так у меня спокон веков пошло не спокон веков а с рождения что я только знаю пасху когда пасха когда троица а все остальные праздники вообще даже не слежу за ними церковь ходила всего лишь несколько раз и когда у меня погибла дочь пошла в церковь не сказали так как у меня неизвестно по какой причине погибла дочь обставлено так что это было самоубийство десятилетний ребенок сам себя повесил вот и мне батюшка сказал что типа церковь не принимает самоубийц и так далее на кладбище выделили самое дальнее место ангелочек десятилетний и что-то у меня вот такая обида опять я что-то за это завела и расстроилась в общем но вы меня поняли я не буду сейчас на этой ноте говорить об этом давайте о хорошем видите я сейчас вот вижу перед вами это у меня будет такое одеяльце детское одеяльце вы же знаете я те кто меня смотрит я скоро стану бабушкой наконец-то в моем возрасте дождалась просила просила не знаю кого я просил у кого-то просила и феврале я стану бабушкой вот я вижу такое вот одеяльце связала уже наверно сантиметров 30 или 40 она у меня будет большое метр двадцать я думаю может быть на метр двадцать я в общем то не знаю купила 5 моточков это пряжа арина там по моему 100 грамма сто двадцать три метра это пятьдесят процентов 6 50 акрил вот я хотела чтобы была толстенькая но пять моточков не хватит это сто процентов и я померила когда два матка связала померила и думая что мне придется еще пять покупать я рассчитывала что у меня одеяльце это обойдется дешево а получается что она мне будет дорогие но золотое скажем так потому что я не выписывала пряжу пошла в магазин магазине у нас она дорого стоит 170 рублей моточка и получается 1700 выйдет это одеяльце это без того что я вязала но мне ничего не жалко для моего внучка сейчас получу пенсию пойду и и куплю еще пять моточков хочу поблагодарить любовь васильевну за то что она мне прислала скажем так материальную помощь большое вам спасибо если вы меня смотрите все эти деньги которые присылаются мне на видеокамеру я их не трогаю они у меня лежат более того я тоже туда складывая у меня там неприкосновенный запас с тоже у меня такая к вам просьба для тех кто смотрит и возможно у кого есть видеокамера посоветуйте какую мне приобрести камеру чтобы она была не очень дорогая но и в то же время функциональная потому что вот мне прям уже жизненно необходимо у меня видимо проблема или с картой или с телефоном я снимаю видео и у меня раньше такого не было а сейчас постоянно то пишет что медленная карта какая-то то вообще зависает телефон и никаких движений нет и мне приходится переснимать и я вот думаю что уже назрела и на ютубе мне пишет что какой-то недопустимый формат когда я загружаю опять же раньше такого не было а сейчас вот появились такие проблемы и в общем я вас прошу те кто имеют видеокамеры возможно те кто снимает блогеры и знает что есть там я вообще ноль абсолютный ноль опять же подсказать мне некому я посмотрела в интернете что-то почитала отзывы и настолько очень много разных камер есть за пять тысяч есть за 15 есть за 30 и не знаю какую какая из них лучше хотелось бы конечно чтобы была такая камера что я конечно не знаю вот я не пробовала прямые трансляции делать мне очень хочется начать делать прямые трансляции чтобы как говорится иметь двухстороннюю связь то есть я сижу с одной стороны вы с другой и мы с вами общаемся уже многие блогеры так делают я им завидую сижу надеюсь что у меня тоже это со временем будет потому что я понимаю что все сразу не охватить тем более с моими возможностями вот и значит я еще раз благодарю Любову Васильевну я не знаю фамилию она нигде не обозначилась но если вы опять же смотрите меня то я очень вам благодарна так это значит по поводу этого пледа я уже вам рассказала дальше к этому пледу у меня будут вот такие то потушечки красивенькие вот опять же когда я начинала вязать ну искать какие бы симпатичные такие то потушечки связать чтобы они были не замороченные но и в то же время смотрелись симпатично там где я их увидела они очень красиво смотрятся потому что они на скажем на манекене ножки а у меня такого манекена нет и мне надо их ну форму ножки этой выписать я посмотрела уже на алиэкспресс почему-то дорого тоже стоит но покупать экстренная необходимость потому что я хочу вязать детские пидеточки носочки и я увидела очень много интересных когда искала очень интересных моделей очень много нашла но в связи с тем что нет у меня пока вот такой скажем колодки да вот видите какую-то потушку я связала готовлю мастер-класс по такой по таким носочкам сапожкам вот и вы в скором времени его увидите этот мастер-класс связала вот еще такую из толстой это все у меня кавказская пряжа это вот размер поменьше я вязала желтое с белым да там размер был побольше этот размер поменьше но он тянется очень хорошо на ноги на ногу где-то на размер 38-39 но я взяла в две ниточки это кавказская пряжа двоечка и получилось толстовато но постирается будет помягче и я думаю пускай будет вот а здесь в одну ниточку тоже кавказская пряжа но двоечка вот такие симпатичные решила в этом году в прошлом году я на Новый год дарила всем салфетки в этом году решила связать такие симпатичные носочки всем носочки или следочки еще не знаю как ну кому-то будут носочки кому-то следочки еще я связала вот такую шапочку это шапочка Бини как вы видите она у меня двухсторонняя вот такая симпатичная шапочка перекрутилась у меня на манекене там сейчас покажу какая вот такая видимо для того чтобы парик прилипал или может быть вещь прилипала в общем не знаю и когда я одеваю на манекен шапочку он оцепляет шапочку или еще что-то и становится вот подтягивается здесь сверху и все вот такая это в другом цвете можно она двусторонняя можно белым цветом носить а можно и вот такого цвета это тоже я связала на подарочек вот вот что еще у меня здесь все все ломается все хоть бы не сломался штатив так что еще но если вы знаете я сделала мастер-класс выставила сегодня видео вижу вот такое покрывальце но хочу вам сказать что все рисунок красивый ну вот не знаю подойдет ли оно покрывальце у нас мальчик я хотела выбрать такой рисуночек чтобы он девочка есть девочка мальчик так мальчик думаю листочки будет симпатично и на самом деле он симпатичный рисунок вяжется очень быстро и легко и возможно я его оставлю как покрывальце но вот нотка сомнения у меня присутствует я хочу опять же к вам обратиться и если у вас есть какой-то ну может вам попался такой узор вы себе отложили в хотелочки или вам где-то что-то понравилось и вы знаете где посмотреть ну вы у меня в группе в одноклассниках есть возможность свободно создавать папочку и скидывать туда узоры ну она даже у меня просто есть узоры и многие уже туда скидывает узоры я вас попрошу если у вас такая возможность есть поскидывайте мне красивые узоры именно для детского пледа на выписку плед одеялка покрывалка на выписку именно на выписку я значит вот это одеял когда вяжу это сто процентов у меня будет и я хочу чтобы там красивый конверт мы покупать не будем а чтобы вот красивый уголок конечно будет кайма но чтобы основание тоже было красивое ну само полотно основное посмотрела в интернете посмотрела в ютубе ну вот ну не лежит у меня ни к чему душа хочется что что-то такое чтобы было ох ох ах чтобы глянули и чтобы было ох и ах я не знаю кто будет смотреть но хотя бы чтобы даже я посмотрела и мне очень понравилось как вот допустим скатерти те которые я вяжу или салфетки я когда их вяжу я вяжу их с таким удовольствием потому что они мне нравятся и когда что вещь которую вы вяжете нравится вы же ее вяжете с удвоенным энтузиастом скажем и с удвоенной силой и как бы хочется побыстрее завершить ее и все а когда у вас какие-то сомнения когда вы через силу это что-то делаете и у вас и вязание не идет и так далее я в любом случае довяжу вот это в конечном итоге у меня либо это будет как я сказала покрывальце либо значит я сделаю какую-нибудь очередную скатерть либо еще что-то придумаю но вот вот этот узор естественно я довяжу посмотрим если я что-то не выберу у меня еще есть время около двух месяцев поэтому этот период я должна связать и найти тот узор который бы мне понравился я еще вот смотрела такой узор я увидела в одной девушке просто фотографии у меня вот тут немножко он сместился не знаю почему вроде вязала или не сместился может он так и должен быть я связала всего лишь два аэропорта для того чтобы понять как это будет выглядеть это тоже кавказская пляжа полушерсть единичка у меня огромнейшая бобина сейчас я вам покажу ее вот такая огромнейшая бобина в ней 4 килограмма 200 грамм я ее выписывала больше года назад как я уже сказала 50 процентов шерсть 50 процентов акрил что хочу сказать про эту пряжу вот я ее связала постирала стирала не шампунью не знаю если бы я шампунью постирала может было бы другой эффект но я попробую еще постирать шампунью просто у меня шампунь закончилась который я стираю я не стала дорогую использовать мне жалко вот и постирала пополоскала в бальзаме не бальзам ополаскиватель детский короче я не сделала так как я обычно делаю и тактильное ощущение что грубовато вот как раз может быть на покрывальце и будет оно хорошее если взять спицы может быть поплотнее а может и не нужно брать у меня здесь троечка естественно сейчас не совсем так понятный узор потому что я же говорю где то я либо здесь получается некрасиво он должен выглядеть вот так вот в общем я вчера на скорую руку его сфарганила но я хотела посмотреть не больше 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 не узор а как она будет выглядеть эта пряжа в изделии да и хочу сказать что вот она не кипельно белый ну не белый даже а он цвет молочный какую-то вещь конечно можно тоже с этой пряжи связать но я бы наверное бы не вязала может быть только верхнюю такую которую на что-то одеть может кофточку какую-нибудь легкую такую жакетик в две нитки я и не хотела хотя можно и в две ниточки мне кстати нравится вот такая лицевая гладь я может даже и свяжу что-то такое знаете вот сейчас у меня в голове созрела у меня же сразу куча идей да вот даже смотря на него какой-нибудь ажурный жилет вот ажурный жилет чтобы накинуть сверху вы представляете будет симпатично смотреться вот я сейчас подумала об этом можно также связать наверное тонкое покрывало или плед у меня такого цвета есть еще вишня и тоже в одну ниточку но там по-моему акрил это вот полушерсть а там акрил ну можно голову поломать и придумать что-нибудь с этой шерсти и я в конечном итоге конечно я же должна ее извязать поэтому я что-то придумаю вы тоже можете мне подсказать идеи я мне очень нравится когда вы мне присылаете в общем в большинстве случаев вы просите помочь но я не могу удовлетворить все ваши желания в силу физических возможностей но вы знаете я многие ваши фото которые вы мне присылаете беру себе в хотелочки и со временем возможно многими я и воспользуюсь поэтому я опять же к вам обращаюсь посоветуйте чтобы вы еще могли предложить связать вот с такой вот такая она тоненькая ниточка конечно можно и с нее вязать и крючком но мне кажется с нее будет тяжеловато вязать крючком потому что она быстренько расслаивается вот она расслаивается и вот так вот просто ее тянешь и она вот видите поэтому спицами мне больше да и вообще я спицами больше люблю но кстати не знаю у меня такие временные временная любовь потому что я вот с таким огромным удовольствием повязала соскучилась видимо я уже за крючком нашла две красивых скатерти и у меня вот когда я все это вот довяжу то что я наметила и я опять вернусь к скатерти у меня одна овальная скатерть я нашла красивая большая овальная скатерть а одна скатерть мотивами тоже очень красивый мотив вот значит бабушкин квадрат да тоже это у меня плед с розовым цветом но у меня есть еще бирюзовый такой цвет тоже смотрится симпатично ну избита избита поэтому я пока не буду из него вязать но тоже смотрится неплохо да посмотрим может быть свяжу еще и такой вяжется это очень кстати быстро очень быстро и я себе вязала не помню для каких целей по-моему хотела квадратами такими большими связать себе плед и как всегда я сапожник без сапог у меня всегда находится что-то такое что опережает скажем мои хотелки вот такая пряжа если вы помните мне такую эту пряжу прислала Анна из Польши это акрил акрил где здесь про него почитать стопроцентный где-то я тут по-моему 320 метров 100 граммов или 300 а вот 330 100 граммов что нам рекомендуют по спицам 3,5 вот я значит попробовала видите у меня плед связан вот таким рисунком и я хотела связать такой же костюмчик и возможно я свяжу такой же костюмчик это мои мытарства скажем так смотрится неплохо как вы думаете дальше вот здесь у меня не зря лежит вот эта пряжа тоже если вы помните я не помню может месяца два назад или три я покупала вот такую по тримоточка детского каприза вот и теперь я сижу и тоже вяжу образцы для того чтобы связать либо комбинезон либо костюмчик очень понравился вот этот рисунок я вяжу образцы сразу чтобы лицевой лицевая гладь была и значит рисунок для того чтобы можно было потом сделать расчеты и вот такой еще узор тоже мне очень нравится очень понравился узор я увидела его как всегда в интернете я уже говорила я леру по-моему леру так называется сайт и там очень много всяких вязаных вещей представляет и я там увидела в одной девушке связано варежки вот таким такими пупырышками очень мне понравились и я решила себе тоже взять на вооружение и мне очень видите симпатично да смотрится я решила его тоже вот сюда потребить хочу чтобы сочеталось белое с голубеньким и здесь вот получается цвет смотрите почему-то вот здесь там где выпукло вроде как темнее смотрится или мне так кажется не знаю вот в этом случае мне кажется нежнее смотрится чем в две ниточки две грубовато вот мне хочется чтобы вот здесь вот тонко а здесь вот толсто надо какую-то такую среднюю пряжу не знаю какую здесь у нас получается детском капризе в 50 граммах 225 метров по-моему в пихорке ой новинка детская новинка пихорка да там 200 в 50 граммах надо найти такую пряжу наверное чтобы была ну наверное вот это вот здесь 300 в 100 граммах вот это мне кажется как бы идеальная толщина да вот сейчас я соотношение сделала вот так наверное скорее всего что это вот самый такой но у меня нет такой белой опять же надо где-то ее взять где-то где-то ну схожу посмотрю в магазине моточек может быть куплю ну вот я так думаю что я вам наверное рассказала все то что хотела рассказать ничего я тут не забыл нет похоже не забыла ну и вы же знаете что я вяжу свою тунику уделяю ей час-полтора в день потому что у меня сейчас уже пошло вязание от рукава вчера не вязала позавчера вот провязала немножко вчера вообще ничего не делала делала только вязала образцы потому что мне нужно есть у меня еще вот такая ниточка есть вот такая с белым ну вот они не кипельно-белые мне хочется прям чтобы была беленькая беленькая как вот это вот видите разница какая почему ну акрил говорят есть такой кипельно-белый вот надо пойти посмотреть я не смотрела еще но все мои хорошие я что-то очень много тут развела уже на такое большое количество времени значит еще последнее скажу по поводу пледа с орнаментом вязать я его буду сразу после нового года опять же повторюсь когда я спрашивала мне продолжать снимать видео по ряда все промолчали дружно а теперь вот прошло какое-то количество времени вы начинаете мне а будет продолжение а будет продолжение как говорится просыпаетесь вы поздно это раз во вторых мне удивительно что я рассказала показала объяснила как это можно сделать все самостоятельно показала как это сделать в программах но вы такие ленивые я в хорошем смысле слова говорю не так что я вас там обвиняю вот посчитать даже квадратики не хотите там уже осталось просто считаете квадратики и вяжете считаете квадратики и вяжете ну я понимаю что лень когда есть я у вас зачем вам это делать ну ладно мне это как говорится за счастье и когда делать нечего можно это сделать тем более такое радостное покрывальце которое я тоже вязала с удовольствием но сейчас отложила потому что у меня там одного цвета не хватает и я его пытаюсь найти но почему-то его в продаже нет такого цвета и там зеленый оттенок а получается что я не знаю где они такое брали а нужно же чтобы еще толщина соответствовала я вот хожу смотрю по нашим магазинам мне пообещали в одном привезти но почему-то нет ну тогда придется мне заменить ладно я желаю вам хорошего настроения кстати у меня прошла голова хорошего настроения легких петелек творческих успехов вдохновений еще раз повторюсь я жду от вас либо комментариев либо значит в одноклассниках кстати у меня группа есть и вконтакте и я под этим видео дам ссылку на группу вконтакте создам там тоже папочку сделаю так чтобы вы могли тоже туда скидывать схемы и даже вы можете любые схемы туда скидывать которые вам понравились схемы изделия да ну фото тех изделий которые вам понравились на пышечек даже пусть не на пышечек вы как видите что я во многих случаях смотрю в интернете себе фото в хотелочки заношу и потом комбинирую из нескольких моделей какую-то одну вот и до новых встреч до новых видео с вами была Ирина хорошо дальше на